прошу прощения снежок сейчас чистил да навалило снег это ядреного даже не хочется в окошко смотреть вверх закрою так ну что други мои о натаха ты теперь меня ловишь везде вижу первый человек в эфире так ну что ж вот о чем речь пойдет на самом деле я хотел вот о чем рассказать дело в том что сейчас я решил по просьбам телезрителей начать вещать по поводу корректуры по поводу проекта корректура сам тело в прямых эфирах вот и в связи с этим вот уже второй день стараюсь регулярно в инстаграме выходить в эфир восемь часов утра где делюсь какими-то моментами из опыта собственного и из своего проекта корректура о том как снизить вес и и над удерживать хорошую правильную форму не сезоны а на протяжении всего значит года вот поэтому рекомендую всем настоятельно подписаться в инстаграме на мой на мой внутрь инстаграм я в инстаграме как шилов м вот так вот то есть с h ай л о f f m вот так подписывайтесь я кстати вы наверно под видео под этим на фейсбуке которые и над эфиры прямые сохраняет напишу значит инстаграм совы и буду стараться каждые восемь человек каждый день 8 часов утра выходить в эфир и рассказывать какие-то моменты нюансы лайфхаки сам свои какие-то секреты хотя секретов на самом деле никаких нет вот поэтому давайте подписывайтесь на instagram заходите и 8 часов утра будем видеться с вами там регулярно ну и в какое другое время буду выходить может меня поймаете но восемь часов буду стараться вот сегодня на фейсбуке я вышел в эфир немножко раньше чем обычно потому что я ухожу в эфир обычно с 11 до 12 когда еду на тренировку но сейчас у меня в городе дела несмотря на то что весь город завалилась снегом по самолет не балуйся а муниципалитет не собирается ничего вовремя чистить у нас в свое время то ли мэр то ли зам мэра рассказал прикольную вещь он говорит а зачем чистить снег когда снег идет все равно же навалит вот как закончится снегопад вот тогда можно будет и почистить а рада снегопад то валит вовсю нафига вот это вот люди вообще близки к народу они очень хорошо понимают что нужно вот у меня для вас новости есть вчера я замастерил видосик об этом если не в инстаграм рассказывал выложил на свой канал на youtube мой канал на youtube найти легко набирайте в инстаграм михаил шилов и на его находите не перепутайте с лайв каналом где кстати вот это видео с этого сэфира прямого ляжет просто мой обычный канал михаил шилов а есть еще михаил шилов live channel вот на михаил шилов смотрите там видео как раз о совместимости или несовместимости значит алкоголя и диет различных направленных на либо масса набор ну то есть на набор мышечной массы либо на похудение то есть как это вообще можно сочетать почему такое видео записал потому что вопрос очень частый задавали мне его много раз ну не настолько распространены как некоторые другие но задавали много раз потому что что говорить люди у нас в стране особенно кто постарше поколения имеют воспитанную такую культуру как они считают это культурного питья и правильного проведения застолья в кавычках от правильного когда люди собираются и непременным атрибутом застолье является бутылка вина водки коньяка и так далее то есть спиртное а тренд сейчас переподключится а вот она переподключилась то есть смотрите как получается дуализм то есть 100 думаю что может не пишется старшее поколение она застолью и соответственно не дураки выпить что называется очень многие очень многие но тренд на здоровый образ жизни и диктует то что вроде и хочется и спортом да позаниматься и многие люди ломанулись фитнес клубы особенно у кого достаток нормальный там да для того чтобы как-то себя поправить прийти в тонус подкорректироваться там что такое взялись и персональных инструкторов либо не отходят на групповые программы а свободное вот и как это сочетается и сочетается ли вообще я вот признаку сам бухать курить или вообще не курят не пьют абсолютно вообще и это они конечно и здоровый образ жизни не ведут но и вредным а старшие поколения на тех людей которые решили что им надо заняться спорт лекарства лекарства с алкоголем несовместимы ребят значит изменяя собственное тело мы хотим взять под контроль какие-то процессы есть алкоголь а в крови есть этанол то есть если у него изменено и а вот это все равно как я хороший привел пример как я думаю значит это это как автомобиль если в автомобиле расстроены но элементы за управление такие как руль сцепление тормоза то значит управлять им очень сложно даже если будет управлять им очень высококлассный водитель и поэтому можно все знать уметь все все понимать но если функции организма расстроены алкоголь безусловно эти функции расстраивает то так управлять автомобилем бесполезно это как даже супер ас автомобилист в алкоголь от опьянений не сможет управлять автомобилем так как нужно так вот алкоголь он изменяет функции все он где-то натуганитает где-то возбуждает но делает многие функции бесконтрольными работая же над изменением собственного тела мы хотим взять под контроль все свои функции мы хотим ими управлять с помощью известных механизмов а они для нас становятся неизвестными и неуправляемыми потому что их изменяет алкоголь я не говорю про тот смыть про ту ситуацию когда вы прямо на тренировке или перед тренировкой принимать алкоголь или после тренировки нет даже вообще в процессе как говорится жизни если вы думаете что у вас алкоголь там как как раньше считали выветривается буквально за несколько часов и пока не были приняты жесточайшие правила по сухому закону за рулем у нас до когда вообще запрещены были все эти промилле вот люди думали что да фигня сейчас я выпью пару бутылок пива мне через три часа ехать к этому времени все уже выветрится а потом как оказалось когда стали ловить и брать тесты оказывается и через день и через два в крови сохраняется зачастую если там у кого не крепкий был твити как это у вас времени тренироваться вообще не останется если в этом алкоголь принимаете за неделю раза два то на тренировке у вас времени вообще не будет у вас не будет такого дня когда вас организм будет алкоголе чистый больше того у вас все функции системы расстроились потом они за этот день когда вы вы решили по тренироваться и у вас организм чист они не настроятся к тому же у вас будет абстиненции скорее всего то есть если человек довольно регулярно выпивает алкоголь то как бы он себя не от обманывал вот здесь организм обмануть нельзя уже алкоголь если у вас есть какая-то тяга к алкоголю хотя бы незначительное хотя бы незначительное психологическое или уже физиологическое все я не говорю что вы наталкаш нет но алкоголизм уже есть в ранней стадии а может и продвинутый так что ребят себя не обманете можете попытаться других обмануть себя может быть обмануть в какой-то части то есть успокоить но организм свой вы не обманете поэтому если вы хотите добиваться результата и ходите в зал не просто лясы поточить и это время провести действительно что-нибудь изменить в своей жизни там изменить свое тело и реально добиться каких-то результатов алкоголь противопоказан в любых количествах и тут эта шутка не прокатывать что там алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах эта шутка не прокатит вреден в любых количествах самых минимальных вот поэтому как хотите воспринимайте определяете для себя что для вас является наиболее важным нет я не хочу сказать что выпивая посещение спортивный зал вы не добьетесь вообще никаких результатов нет ну характер вы немножко воспитать немножко сердечко подтяните где-то хотя можно даже наоборот сами просадить его там если после праздников и возлияние ходить спортивный зал то это не в пользу тренировки пойдут точно пойдут только во вред вы не поймаете вот эту грань если вы не профессионал в этом если вы не врач вот я врач это не хочу ловить эти это моменты поэтому отказался от алкоголя полностью вообще от любого в любом количестве в любом так что вот друзья определяйте что для вас наиболее актуально хотите и рыбку съесть и грамот там и побороться дело ваш только тогда не сетуйте на то что что-то не работает что без химозина ничего добиться нельзя что все это там на фарме этому и такое прочее вот ребят вы потому так считаете потому что не из не проверили все возможные ресурсы которые вашем организме есть вы их не задействовали вот в этом вся и проблема блин аваре такая сзади это вообще пипец вляпок ну все живы так что вот что я хотел сказать вам не сетуйте зож и вредные привычки несовместимы от а какие-то достижения весомые с алкоголем несовместимы в принципе вообще никак ни при каких обстоятельствах все друзья я приехал здесь мне дела приехал я на производство кстати кстати хочу сказать интересную вещь есть у меня небольшая такая новость еще на производство приехал сделали мы первую партию макивар для детей вот так вот для детей давно назревала эта тема вот самая фишка в том что есть и секрет секрет заключается в том что это не специально как макивар это просто специальный абэрейт модификация все покажу объясню следующий будет эфир по этому поводу расскажу сейчас я посмотрю как это все работает вот поэтому детишки скоро родители вам начнут все дело покупать потому что лучшие макивары в мире макивары камертона мбша будут еще а и сейчас мы с мбша начали будут еще доступны и вообще полезны для детей для всех секций каратэ для мм и так далее да кстати эти поддельщики давайте быстрее начинайте повторять будьте как всегда с клоунами а мы на вас как всегда посмеемся не угонитесь вы за нами понимаете за профессионалами не угнаться ну ладно об этом другой будет эфир всем пока